МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа День Республики в студии Айна Басхаева и в начале коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава Калмыкии Батухаськов находится сегодня с рабочим визитом в Санкт-Петербурге. Там он принял участие в совещании с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснулиным. Отмечу, это первое совещание вице-премьера в должности куратора Южного федерального округа. Речь шла о социально-экономическом развитии регионов, реализации нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные дороги». Отдельно обсудили индивидуальную программу развития Калмыкии. Не все дается просто, однако мы чувствуем поддержку федерального центра. У нас есть четкий план действий, поэтому все будет отработано в полном объеме, заверил руководитель республики. Также он сообщил, что к следующему совещанию Марат Хуснулин поручил подготовить три крупных проекта от региона и обозначить проблемные вопросы. По одному из важных вопросов водообеспечения жителей республики мы уже плотно работаем с правительством России, отметил Хасиков. Глава Калмыкии Батухасиков и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов договорились о сотрудничестве. В частности, запущен процесс подготовки соглашения и дорожной карты, по которой будут проработаны проекты в сферах транспорта и логистики, строительства, переработки продукции в сельском хозяйстве и водоочистке. И еще руководитель республики отметил, что у Петербурга накоплен огромный и успешный опыт во многих сферах, который важно перенять региону. Это высокий уровень развития цифровизации в медицине, образовании, в обеспечении безопасности, в транспорте, в предоставлении государственных услуг. Батухасиков также подчеркнул, что республика получит опыт в сфере туризма и культуры. В свою очередь, Александр Беглов добавил, что Калмыкия славится целебными соляными озерами и в перспективе можно организовать отдых и лечение петербуржцев в здравницах Калмыкии. Отдельно глава региона отметил планы по реализации калмыцкого мяса через рынок Петербурга, в другие регионы России и за рубеж. Глава Калмыкии Батухасиков провел совещание по вопросу подачи воды рисоводам. Глава региона отметил, что данная проблема существует давно, однако долгие годы ей не уделяли должного внимания. Вода продолжала поступать в хозяйство не в полном объеме, из-за чего страдали заливные поля и урожай. Совместными усилиями, в том числе с федеральными коллегами из Министерства сельского хозяйства России и Калмелеводхоза решаем этот вопрос, чтобы уже в следующем году наши сельхозтоваропроизводители работали без беспокойства и убытков, отметил Батухасиков. Он также подчеркнул, что рисоводство – это неотъемлемая часть сельскохозяйственного производства нашей республики. Мы в первую очередь всегда должны думать о наших аграриях, но и сельхозтоваропроизводители в свою очередь должны работать эффективно и максимально прозрачно, считает глава Калмыкии. По итогам совещания руководитель республики поручил профильному министру Максиму Минкнасунову совместно с главой Октябрьского района Басангом Убушаевым разобраться в ситуации в районе, где фермеры недостаточно получают воду. Трехдневное голосование – это безопасно и удобно для избирателей. Согласно постановлению Центра избиркома с 17 по 19 сентября участки будут работать с 8 часов утра до 8 вечера. Будут созданы все условия для максимально прозрачного голосования. Бюллетени и документация будут находиться под круглосуточной охраной сотрудников МВД и под наблюдением видеокамер. Процедура видеонаблюдения, по мнению политологов, сделает процесс голосования честным и прозрачным. Решение о проведении многодневного голосования основано на рекомендациях Роспотребнадзора. В эти дни будут соблюдены все меры безопасности, разработанные совместно Роспотребнадзором и ЦИК России. Это позволит избирателям проголосовать в удобное для них время. Также в планах организовать голосование на дому для тех, кто по уважительным причинам не сможет прийти на избирательные участки. Всех желающих обеспечат средствами индивидуальной защиты по месту голосования. Процедура пройдет с учетом соблюдения социальной дистанции и дезинфекции помещений. Сейчас мы знакомимся с нормативными документами и создаем условия для того, чтобы сам процесс был безопасен и чтобы честные выборы прошли. У нас будут видеонаблюдения. Кроме того, у нас КАИП стоит, машина для голосования. И, соответственно, члены комиссии все. Это члены те из партии и ряд других общественных организаций. Наступает самая горячая пора для школьников и родителей. Многие начинают подготовку к учебному году, скупая все необходимые школьные атрибуты и принадлежности. Перед родителями стоит уже привычная задача – собрать ребенка в школу. И, конечно, хочется решить ее экономично, без лишних трат. Этим летом помощь к началу учебного года получат свыше 20 миллионов детей по всей стране. Указ президента Владимира Путина о единовременной выплате 10 тысяч рублей на каждого ученика пришелся как нельзя кстати. И вчера стало известно, что первые выплаты семьям с детьми школьного возраста Пенсионный фонд России начнет перечислять уже со 2 августа. Соответствующее поручение дал глава государства. Напомню, изначально это планировалось сделать с 16 августа. Здравствуйте! Мы вас уже заждались. Проходите. В семье Буваевых растет трое детей. Двое из них – школьники. И уже сегодня многодетные родители озабочены хлопотами по подготовке своих учеников к новому учебному году. По словам мамы семейства Саглары Буваевой, собрать ребенка в школу – процесс довольно затратный. Предстоит приобрести школьную форму для подросших за лето детей, обновить рюкзаки, докупить канцтовары. Поэтому президентскую выплату к 1 сентября многодетная мама считает мерой своевременной и нужной. Когда в семье 2-3 ребенка, это вылетает большую копейку, поэтому приходится думать, как, что потихоньку уже мы с начала лета уже начали потихонечку приобретать канцтовары. И уже сейчас, уже ближе к концу августа, уже будем приобретать одежду, так как за лето дети растут. Да, вообще новость, конечно, приятная, большой подспорь для семей с детьми. Положительно оценила такую социальную поддержку семей с детьми директор Элистинского технического лицея, эксперт ОНФ Булган Ангирова. Она отметила, что президент не словом, а делом поддерживает свою принципиальную позицию о том, что один из важнейших приоритетов государственной политики – это поддержка материнства и детства. Хоть и государство обеспечивает детей бесплатными учебниками, у нас сейчас рождаемость каждым годом повышается, это очень, конечно же, радует. И радует, я еще раз повторю, что государство именно на это обращает внимание и помогает. Помимо федеральных выплат, мы не должны забывать и о том, что у нас и на региональном выплате по 5 тысяч, это благодаря нашему главе Бату Сергеевичу. Я считаю, это тоже очень ощутимая поддержка. И вкупе получается, что каждая семья получает по 15 тысяч. Получить выплату максимально просто. Достаточно подать заявление на портале госуслуг, где уже автоматически заполнены данные на каждого ребенка-школьника. Пользователю остается лишь проверить их корректность и отправить заявление в ПФР. Кроме того, оформить выплату можно лично в отделении пенсионного фонда. Документы будут приниматься до 1 ноября. Ну а если у заявителей возникнут сложности при подаче заявления, свою помощь готов оказать региональный штаб ОНФ, который непрерывно следит за исполнением указов и поручений главы государства. Все, у кого возникнут трудности в получении этой выплаты, могут обратиться в региональный штаб ОНФ в Республике Калмыкия и получить консультации по различным вопросам. Согласно поручению президента, выплаты распространятся и на детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по общеобразовательным программам. Пособия выплатят и семьям, которые воспитывают детей в возрасте 6 лет, даже если они отправятся в школу в будущем году. Полина Бевинова, Владимир Цуглинов, информационная программа «День Республики». В Степной столице полным ходом идет подготовка к отопительному сезону. В рамках запланированных мероприятий в костельных городах ведутся ремонтные работы, ревизия запорной арматуры, действующего оборудования, насосов и котлов. В этом году также запланированы замены почти 3,5 километров тепловых сетей и мероприятия по промышленной безопасности, ремонту газового оборудования и электрики. Согласно утвержденному графику, заключительная приемка котельных состоится в конце августа. Наряду с котельными подготовительные работы идут и в многоквартирных домах. Необходимые работы проводят управляющие компании за счет средств собственников. Это у нас водной узел по отоплению, запорной арматуры, вот у нас все отривизировано, сами видите, все покрашено. Также прибор учета у нас снят на поверку, так как к нам дом пришел, он учитывался, учитывалась теплоэнергия по нормативам. Сейчас мы все сняли, видите, прибор учета, отправляем в Астраханский ЦСМ на поверку. Поверка происходит периодически каждые 4 года. Такая работа в каждом доме, в каждом. Где центральное отопление, в каждом доме производится работа. Сейчас идет подготовка к отопительно-зимнему периоду. В рамках мероприятия подготовки к отопительно-зимнему периоду было принято 40% многоквартирных домов. Это проверялась работа управляющих компаний, как они подготовили дом к отопительному сезону, инженерные сети, в каком состоянии находятся. Также были приняты работы по промывке и опрессовке отопительной системы. На данный момент это составляет 71% от всего жилищного фонда города Элисты. В централизованном отоплении принято 13 котельных по городу Элиста из 27. В эти дни и в детских садах республики кипит работа. Полным ходом идет ремонт. Дошкольные образовательные учреждения встретят своих воспитанников обновленными и комфортными. Активно идут работы и в детском саду номер 34. В помещении уже произвели покраску и штукатурку стен. В этом году запланированы маленькие объемы работы. Недели нам достаточно. Мы с работой справляемся. Где-то уже сделаны кабинеты, уже готовы. Пищеблок у нас уже готов. Там заштукатурили. Где-то были трещины в течение года появились. И вот уже помыли. Медблок у нас был запланирован. Тоже там осталось только помыть его. Заштукатурили стены. По группам у нас педагоги тоже ведут свою работу. Тоже где-то покраска, где-то там подклеить, колером покрыть. Затем на улице у нас фундамент подкрасили, зацементировали. Так как он от дождя, от погодных условий, естественно, выходит из строя. Последний у нас косметический ремонт был в прошлом году. Тоже такое же время мы брали. Июль месяц, конец июля. Официальная же приемка объектов начнется за месяц до наступления учебного года, сообщили в администрации города. В этом году в 20 садах завершен текущий ремонт. На 14 объектах работы продолжаются. Переходим к информации регионального Минздрава. За последние сутки зафиксировано 118 случаев инфицирования COVID-19. В тяжелом состоянии сейчас 32 пациента. Из них 13 на ИВЛ. Три человека скончались. Выписались с выздоровлением 47 жителей Калмыкии, 795 госпитализированы в инфекционной больнице. И в режиме домашней изоляции находится 3319 человек. Житель Приютненского района пытался продать рога сайгака на популярном сайте объявлений. По данному факту проводит проверку Следственный комитет Калмыкии. Добычи и оборот животных, занесенных в Красную книгу, запрещены. Также недопустимо продажа этих животных и их частей. За совершение таких действий предусмотрена уголовная ответственность. Проведенная проверка установлена, что 3 июля 2021 года житель Приютненского района Республики Калмыкия разместил в сети интернет на сайте avito.ru объявление о продаже рога сайгака с указанием его стоимости. В ходе проверки получено заключение специалиста о видовой принадлежности и правовом статусе дериватов, согласно которому предлагаемый в продаже дериват рог спилен у самца сайгака, что является нарушением правового статуса диких животных, принадлежащих к видам занесенных в Красную книгу Российской Федерации. По результатам процессуальной проверки будет принято законное и обоснованное решение. И в завершении о спорте. Накануне футбольный клуб «Уралан» провел свою 11-ю встречу в рамках 3-го дивизиона чемпионата России. В этот раз соперником элистинцев выступила команда из Ростова-на-Дону на Хичевань. Матч прошел в селе Песчанокопской Ростовской области. В начале игры соперники открыли счет после подачи с углового. Однако практически сразу после розыгрыша мяча элистинцы заработали стандарт и после подачи с угла Далер Бадмаев сравнял счет. Далее команды старались переиграть оппонента, но счет остался неизменным. На сегодня «Уралан» занимает четвертую строчку в турнирной таблице с 16 очками. Отмечу, до 15 августа «Уралан» будет принимать домашние встречи в селе Песчанокопское в связи с запретом Роспотребнадзора по Калмыкии на проведение спортивных мероприятий из-за неблагоприятной обстановки. В следующем туре «Желто-синие» будут оспаривать очки первенства Юга России с представителем Кабардино-Болгарской республики команды «Энергетик», которая сейчас на втором месте. На этом у меня все. Выпуски новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом вещании канала ОТР на 21-й кнопке в IPTV «Зеленой точки» и Ростелекома и на официальном аккаунте в Instagram reacalm.ru. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова